Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время появилась странная проблема. Я студентка и испытываю жуткий стресс во время различных опросов в выступлении в университете. Сразу очищается сердцебиение, мысли вылетают из головы, и самое ужасное это мышечный спал, но не уверена, что это так называется. У меня сразу тросит из руки голова, и я достаю, и вообще все тело. Головой я понимаю, что ничего страшного, успокаиваю себя, но тело как будто не случится. Это появилось недавно, и я не могу понять причину. Никаких неудачных выступлений при републике ничего такого не было. Единственное, что я думаю, это мои объективные отношения для 6-3 года. Неужели они настолько могли ударить по моей психике, и как вообще побороть страх перед публикой? С теми же людьми я абсолютно спокойно говорю на повседневные темы, но именно во время пары такой вот стресс возможен из-за страха, что оценивали. Меняю мои знания, не знаю, чувствую себя какой-то ненормальной, и не знаю, как это решить. Ну, я думаю, из текста в принципе ясно, что вот то, что происходит, не является первопричиной. Да, я надеюсь, что из текста очевидно, что то, что происходит, это скорее симптоматика. Вот, это скорее синдром, нежели чем первопричина. Первопричина, как это обычно бывает, кроется и кроется в чем-то другом, в чем-то совершенно не связанным с тем, о чем, ну, в данном случае мы говорим. То есть, ну, то есть, здесь можно сказать, что объюзивные отношения, сами по себе объюзивные отношения, это история про самооценку всегда. И то, что вы описываете, это история про самооценку тоже. Вот, вот и получается, что скорее всего дело ваше самооценке. Только момент в чем, при абьюзе человека, ну, порой, в буквальном смысле этого слова, ломают при абьюзе. При абьюзе человека, в буквальном смысле, пытаются подчинить, пытаются подчинить и подчинить. И в данном случае подчинение происходит через, ну, вот, уничижение, через принижение. И последствия у этого могут быть такие, что человек теряет уверенность в себе. А что, если у вас этой уверенности в себе никогда не было? Но, ведь вы же как-то вступили в объюзивные отношения, вы же в них как-то оказались. Значит, скорее всего, где-то не заметили своих границ личных. Скорее всего, где-то не обратили внимание на какие-то важные элементы. И вот, пожалуйста, результат. Поэтому, самый лучший способ для вас разобраться с этой проблемой и решить ее, это, конечно же, пойти на психотерапию, поработать с травмой деструктивных абьюзивных отношений, поработать с страхом оценки, которые у вас, вероятно, присутствуют. И дальше уже, посмотри, а в этом ли дело? Ну, то есть, может быть, и не только в этом дело, может быть, есть еще какие-то причины. Вот. Такая вот история. Я бы еще, я бы еще в качестве такого, знаете, дополнения, я бы еще предположил бы чувство стыда. Дело в том, что люди, которые находятся в неких деструктивных отношениях, очень часто испытывают стыд. Так бывает. И боятся, что кто-то узнает о том, что они находятся в таких отношениях. Они понимают, где-то в глубине души, что это вот что-то такое не очень хорошее, и стыдятся этого, скрывают это. Вот. Так что у вас может быть совокупность факторов. Понимаете, да? И это совокупность факторов и влияет на то, что с вами происходит. Поэтому, я думаю, что в любом случае необходимо разобраться с тем, что происходит. Да, у вас скорее всего не классический страх публичных выступлений. Достаточно подробно описанный в психологической литературе и в научной. У вас скорее всего действительно не классический страх. У вас скорее всего действительно что-то другое. не только это, точнее, точнее. Ну, давайте честно скажем, а так ли это важно? Важнее, мне кажется, проблему решить. Так-то, если вот по описанию смотреть вашей ситуации, я бы сказал, что очень похоже на паническую атаку. Но я не врач и, соответственно, таких предположений серьезных делать не буду. Мне просто, ну, вот по описанию, да, оно, на самом деле, как бы, подходит по описанию. Но так это или нет, нужно смотреть. Потому что я бы не стал все-таки делать столь однозначных выводов. Да, я бы все-таки дал бы себе, может быть, и вам возможность удостовериться в том, что это так. В качестве профилактики вы могли бы, конечно, обратиться к врачу, к клиническому психологу или психиатру, чтобы вам подтвердили или опровергли то, о чем, например, я говорю здесь. Да, ну, просто вот, чтобы либо подтвердили, либо опровергли это. Потому что, если у вас, допустим, ну, панические атаки, к примеру, если это паническая атака. Ну, вот, то это один подход, это одна история. Если у вас там что-то другое, то, соответственно, другой подход и другая история. Как-то так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам было полезно то, что я сказал. Надеюсь, вам был полезен мой ответ. Буду вам благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.